Что? А, мнение по The Forest, значит, да? Ну, давайте, ёбаный рот, полетели нахуй! Сразу объясню, кто я такой и почему я могу высказывать своё мнение по этой игре. Во-первых, я очень много и долго играл в первую часть The Forest'а и невероятно ждал вторую часть. И как вы понимаете, я её дождался. И даже в честь этого я сделал 24 часа стрим и реально весь стрим сидел и играл в Sun The Forest. Я был одним из самых первых людей, кто купил её и прошёл эту игру. Ну, конечно же, после братишкина. Мне действительно есть что сказать, поэтому присаживайся поудобнее, ну а мы начинаем. Для понимания всего моего негодования мы, пожалуй, начнём издалека и довольно коротко. То есть упуская всякие подробности. Первый анонс игры был замечен в 2019 году на 2021 год. То есть разработчики уже сделали как минимум половину игры, потому что до выхода оставалось всего 2 года. Конечно же, игру не выпустили в 2021 году, её несколько раз переносили с обещаниями по типу, но мы уж тут вот почти всё сделали, осталось только отполировать неровности. И вот наступил тот самый день, 23 февраля. Самая ожидаемая игра выходит сегодня. Я поехал в магаз, купил 3 банки энергетики и много хавки, чтобы 24 часа сидеть и наслаждаться шедевром, не отрываясь от игры. Кстати, была инфа, что игра выйдет в 8 часов по Москве, но нас как всегда наебали и игра вышла на час позже. Хотя, кстати, даже в 8 часов Steam не выдерживал нагрузки и наебнулся. Прошёл ровно час и мы все были готовы, но Steam опять наебнулся и никто не мог его купить. Где-то полчаса я потратил на тупое бесконечное обновление страницы Steam'а и... УБОГИ! Я СМОГ! Я КУПИЛ ИГРУ, КОТОРУЮ ТАК ДОЛГО ЖДАЛ! Я это сделал, реально! Я уже был готов играть, но я играл не один, поэтому мне пришлось ждать ещё полчаса, пока мой друг Гена купит эту игру. Ну это ладно, мы наконец-таки получили доступ к игре, создали сервер, зашли на него и вот тена у меня на ультрах при моей неслабой комплектации, было где-то 30 фпс и фризы на высоких настройках в каст-сцене. Ну это опять же, это всё мелочи, я полазил в настройках, поменял качество игры и стало гораздо лучше. Больше лаги меня не беспокоили, как остальных людей. Я вот на самом деле удивлён, ведь когда я прошёл игру и смотрел на отзывы, единственной предъявой была плохая оптимизация. Но на всё остальное люди как-то забили хуй. Даже нет, наверное не хуй, а хуище! Давайте вот по порядку. Всё, что я говорил до этого, это было предисловие. Чтобы вы лучше понимали моё мнение и мои эмоции на данный и на тот момент. Все прекрасно понимали, что это бета-версия и ещё не официальный релиз. Но мне кажется, никто не рассчитывал на то, что мир будет таким пустым. Нет, серьёзно, разрабы так сильно хвалились, что они увеличили размер карты в 4 раза, что я думал, что я засяду на эту игру аж на месяц. Но как сильно я был разочарован. Наверное, они забыли, что при увеличении карты нужно добавлять какой-то контент и разнообразие, чтобы игроку не было скучно играть. Но на данный момент мы видим очень большую локацию и... и всё. Там больше ничего нету, абсолютно ничего, никакого разнообразия. Карту просто делали по принципу Ctrl-C, Ctrl-V. Весь игровой процесс это просто хождение по однотипным биомам, даже пещер по ощущению стало гораздо меньше, чем в первой части. Кстати, половину из них это просто вход по каким-то ящикам и... всё. Ну, это бог с ним. Что произошло с нормальными пещерами? Почему так скучно? Всё, что из себя они представляют, это просто какие-то пустые туннели, по которым ты идёшь, убиваешь парочку новых мобов и получаешь какой-то никому ненужный пистолет. Кайф. А вот, кстати, про мобов. Ну, они просто, ну, очень лёгкие. Невероятно лёгкие. Аборигены-мутанты в пещерах отлетают за три удара. Обычные аборигены, конечно, чуть сложнее, но это всё равно не то. А вот если говорить про вот этих челов, которые похожи на зубную щётку, и сиамских близнецов, то да, там всё нормально так и должно быть. Но я, сука, больше ничего интересного в пещерах не увидел. Там попросту скучно, как и до поверхности. Когда разрабы втирали мне что-то про искусственный интеллект, что он будет мега-крутым и умным, я явно не такого ожидал. Чтобы вы понимали, когда мы только зашли в игру, на нас реально нападали и не давали никакого продыха. Это было круто, это было классно. Но потом что-то пошло не так, и почти до конца игры не было вообще никого. Нас никто не трогал, и мы спокойно делали свои дела. Я думаю, у нас произошёл какой-то баг, который потом пофиксят, но, знаете, меня это не волнует. Я заплатил деньги сейчас, я хочу играть сейчас, и я прохожу это сейчас. Это максимально неправильно выпускать вот настолько пустую и неинтересную игру, когда она ещё даже не готова. И даже то, что это какая-то там бета-версия, её совсем не оправдывает. В игре нет почти ничего такого, что разрабы могли бы потратить 4 года. Сколько цифр? 4, кстати. Остров пустой, пещеры пустые, сюжета практически нету, новых мобов добавлено 3-4 штуки, ловушек в игре всего 2 штуки, кстати, я... Да я реально не шучу их, всего 2 штуки. Многое из того, что было в первой части, тупо вырезали и не добавили во вторую часть. Это очень обидно. Но вот единственное, что хоть как-то может оправдать эту игру, это строительство. Тут я прям могу похвалить разрабов, это получилась реально крутая механика, над которой, видно, работали все 4 года. Ура, круто! Класс, построили дом, закрыли игру, пью, 1100 рублей. Но на самом деле даже тут обошлось не без багов. Очень много было моментов, когда ты вот хочешь построить какую-то часть своего дома, а форест тупо не даёт тебе поставить так, как ты хочешь. Приходилось всё перестраивать, чтобы что-то получилось. Вот как тут положить, чтобы оно легло? Чё тут мешает? Что это? Ты мешаешь. Отойди. Ну, впрочем, похуй тогда. Но самое главное, что механика строительства мне понравилась. Чего, кстати, не скажешь о сюжете. Что с ним? Где он? Кто его украл? Вот смотрите, первые кадры. Ты летишь такой в самолёте, перед тобой стоит ноут, и там 5 человек, которые на этом острове пропали. Отлично. Их надо найти, это понятно. Далее ходишь по пещерам, находишь кучу записок на английском языке, без возможности перевода, кстати. Где, наверное, скорее всего, как-то раскрывается сюжет, но я, к сожалению, его не понял, так как не знаю английского языка. Потом в одной из пещер ты находишь какую-то дверь, ты её открываешь, где какие-то мужики стреляют в какого-то большого мутанта, ты упал, там какой-то мужик называет тебя сыном, и бла-бла-бла. Нихуя непонятно, но всё закончилось, в непонятном ощущении ты идёшь в следующую пещеру, там какой-то лютый спуск вниз, лава, ты тупо пробегаешь всех новых мобов, и приходишь в какой-то куб, где у тебя не то галюники, не то куб магический какой-то. Бац! Прилетел вертолёт, и тебя забирают. Всё. Нет, я не шучу. Реально всё, в этом весь сюжет. Он галимый, он скучный, бесполезный просто. Как можно было вообще это выпустить? Зачем? Игра сырая максимально. Что сделали за 4 года разработчики? Нет ничего такого, что оправдало бы затраченное время на её ожидания. Сколько хотите, оправдывайте игру тем, что она ещё в релизе, но я считаю, что либо вы выпускаете игру в готовом виде, но либо нахуй её переносите, потому что я лучше с болью на сердце буду ждать выхода игры, чем с говном на жопе сидеть и играть в пустую хуйню. Ну и финальное. Про Кельвина и вот эту сексуальную мадам, в принципе, ничего плохого сказать не могу. Они явно прикольные и иногда полезные персонажи. Иногда даже очень. Их не зря добавили. С ними действительно интересно. Постоянно думаешь о... Постоянно думаешь о том, как они, где они, покушал ли тот или иной чел. В общем, здорово. Подводя итоги, хочу ещё раз сказать о том, что оправдание бета-версии на меня не работает. Я специально старался сильно не завышать ожиданий по поводу игры, но в итоге они не добавили даже сюжета. Где была вот эта вот здоровая рука из трейлера? Где ловушки из первой части? Где плоты? Где всё это? Короче, ладно, ребят, своё мнение можете оставлять в комментариях. Если я в чём-то не прав, поправляйте меня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, залетайте на стримы, ежедневные 18.30 по московскому времени. Ну и ББ. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.